Привет, друзья! Вы на канале Фартовый Коллекционер. В этом выпуске я распакую посылочку с НБУ. Здесь очень много разных монет. Посмотрим, как запаковал ее национальный банк. Как обычно, довольно долго она у нас идет. Больше 14 дней. И давайте посмотрим. Сразу видим, что здесь указаны мой номер заказа и наименование, какие я брал себе монетки. И подписаны, собственно, кем она у нас запакована. Давайте уберем пока. И посмотрим, как они пакуют роллы монет. То есть я заказал роллы монет 10 гривен. Как вы знаете, у нас можно покупать их на сайте магазина НБУ по номиналу, по 10 гривен. Единственный момент, что вы платите за доставку. Платите за доставку. Сегодня, кстати, у нас был день, когда набор Украины можно было заказать. 2021 года я заказал. Правда, только один можно было на один аккаунт заказать. Но я уже его жду. Обязательно покажу, как только он приедет. Но давайте смотреть, что у нас сейчас запаковал национальный банк. И мы видим вот такая вот уплотнитель. И вот они уложили, каким образом данные монетки. Также у нас будет монетка, посвященная украинским спасателям. Вот мы ее видим здесь. Их целых даже две штуки. И роллы монет. Смотрите. Собственно, роллы они перемотали скотчем. И часть монет у нас запакована вот таким вот образом. Также перемотана скотчем. Конечно, никто не думает в национальном банке, как это правильно открыть и так далее. Они не знают, зачем так плотно это все делать. Ну, давайте сейчас рассмотрим, какие монетки, собственно, я взял. Я взял украинским спасателям две монеты. Цена у нее 57 гривен за одну монету. То есть две штучки у нас 114 гривен. Сейчас рыночная цена порядка 80 или 75 гривен за одну монету. Дальше я распакую и покажу вам обзор конкретно этой монеты. День украинского добровольца я взял монет у нас. Ролл также взял военно-морской флот, солдат и прикордонные службы. Собственно, общий чек у меня составил, как видите, 1074 гривны. В принципе, для того, чтобы по номиналу эти монетки отложить к себе в коллекцию, нормально. Может быть, мы ими будем где-то платить или я их буду разыгрывать на своем канале. Давайте я сейчас распакую, что здесь у нас находится и покажу вам более конкретно. Немножко уберу эту всю вещь и покажу вам более конкретно эту монету. Так, ну, я распаковал, собственно, все роллы, которые я заказывал и монетки пришли. Некоторые по отдельности. То, что я заказывал в роллах, ну, точнее, не то, чтобы в роллах, то, что я заказывал 25 штук, они пришли вот такие запакованные. Единственный момент, что не все в идеальном формате. Ну, я думаю, я их буду каким-то образом тратить. Так, что мне не критично, не принципиально. А вот эти две монетки довольно интересные. Посмотрите, это посвящена монета украинским спасателям. Вот тут мы видим спасателя, собственно, с ребенком. Вертолет такой зеркальный довольно интересный. Если честно, мне напоминает какой-то такой формат технологии этих десяток, которые у нас выходили. Немножко, вот я говорил в прошлом видео, когда заказывал, смотрите, как оно, собственно, отображает чеканка. Вот, какие-то такие рельефные моменты мне прям похожи. Давайте посмотрим с другой стороны, как эта монетка выглядит. Также видим на зеркальном фоне у нас год. Герб национального банка, малогосударственный герб, 5 гривен номинал, эмблема, собственно, этой службы и надпись Украины. Сверху вот такие вот по краям, смотрите, какие-то листочки. Ну, довольно стильно, красиво выглядит. Довольно монета большая. Это пятерка, 5 гривен. Двушки, конечно же, поменьше. Вот, и десятки, вообще не сравнить по размеру. Посмотрите. Вот, этой монетки нельзя первые. Если брать вот эти монеты, которые я заказал, это у нас все цинковые монетки. Они тиражом в 1 миллион штук каждой разновидности. Вот, я, кстати, гляньте, взял одну из моих любимых. Это Красс Солдат. Я делал подробный обзор на эту монету, показывал завод, собственно, где производятся эти машины. Вот, и у меня даже в этом ролике не просто так есть вот такая машинка, гляньте. Это коллекционная, она такая металлическая, советского производства, подъемники. И она посвящена как раз этому автомобилю, как вы видите, Красс. Довольно интересный такой получается коллекционный формат, что можно кому-то подарить, например, монету и вот такой вот Красс в комплекте. Особенно те, кто, например, занимается тем, что ездят на данных машинах или как-то в производстве. Мне кажется, это довольно интересный подарок. Мы видим, тут у нас цена 5 рублей 30 копеек. Ну, конечно, сейчас такие подороже. В зависимости от, насколько у них состояние. Вот такую я брал в район 200 или 300 гривен, уже даже не помню. Ну, конечно, очень зависит от торгов, от состояния самой монетки, не монетки, а самой машинки. Вот, ну, мы в любом случае будем, сейчас я вернусь к теме нашей любимой, это монеты. Монеты сейчас можно купить на сайте Национального банка по номиналу. Так что они пока, ну, не так сильно раскручены, не так у них цена выросла. Как, например, кстати, у первых роллов, которые, вот первые монеты, которые выходили, сейчас вам покажу, киборги. Вот они, да, они выходили самые первые, и немножко их сложнее достать, именно в роллах, и по стоимости за монетку их уже продают. Видите, гляньте, какой красивый здесь штемпельный блеск. Эти монетки, конечно, уже подороже. И вообще, когда выпускается какая-то серия монет, всегда та монетка, которая первая в серии, она стоит дороже, за ней все гоняются. И потом, когда человек начинает коллекционировать, вот, например, кому-то попадется такая разносдача, или где-то в магазине, или подарит кто-то, то он, возможно, захочет собрать полную коллекцию, полную подборку. Национальный банк предлагает в таком формате коллекционировать данную, вот, данный выпуск монет. Отдельно у них есть больше 160 гривен такой вот блокнот, или... И вот так можно размещать, гляньте, эти монетки. Довольно стильно и красиво выглядит. Можно перевернуть с другой стороны. Я показывал, как его заказать. Есть у нас на канале у меня видео. И, в принципе, довольно дорого и красиво смотрится. Так что, если вы планируете прикупить себе и иметь коллекцию этих десяточек, в принципе, нормальная покупка за такие небольшие деньги. Потому что произвести что-то подобное в таком качестве будет стоить гораздо-гораздо больше 200 гривен. Друзья, напишите ваши впечатления об этой монете. Как вам такая монетка, посвященная украинским спасателям? Пишите в комментариях, купили ли вы такую, заказали ли вы на сайте Национального банка, магазин от Национального банка. И как ваши впечатления по конкретно этой монетке. И, кстати, какое качество у вас пришло. Нет ли на ней каких-то забоин, царапин или чего-то еще. Спасибо всем, кто посмотрел. Подписывайтесь на канал Фортовый Коллекционер. И всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok